Озеро Курбан считается привлекательным местом для туристов. Добраться до него можно только по канатной дороге через горную скалистую местность. Это озеро очень любят посещать туристы из соседнего Узбекистана, да и сама туристическая зона граничит с анклавом Шахимардан. «Раньше, когда границы были закрыты, мы не могли сюда приехать. Теперь, когда наши границы открыты, мы с удовольствием посещаем это красивое место. Здесь прекрасная природа и очень чистый воздух». В местных туристических компаниях рассказывают, что Баткенская область богата интересными местами для посещений. Уникальная природа есть, а вот качественного сервиса для туристов нет. И над этим нужно работать. Хотя с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону. «Нам нужно повышать качество сервиса, привлекать грамотных специалистов этой сферы. Нужно организовывать хорошие места для размещения туристов, чтобы в них банально были душевые комнаты. Если мы обеспечим туристов условиями, то тогда они потянутся к нам ещё больше». Будучи жемчужиной Ферганской долины и родиной геопарка Мадыген, Баткенская область обладает большим потенциалом для развития устойчивого туризма. Для этого в регионе несколько раз проходили туристические форумы с привлечением зарубежных участников. «Для привлечения туристов мы ставим вопрос об увеличении количества авиарейсов, а также автобусных маршрутов. Несмотря на прошедшие трагические события в области, мы продолжаем работать над развитием сферы туризма. Наша задача – улучшить этот сектор». Еще одним туристическим объектом в Баткене стал альплагерь Дугаба, на восстановление которого было потрачено 34 миллиона сомов. Церемония открытия лагеря состоится в ближайшие дни.